Фестиваль, который будет работать Гениальный слайд, я считаю Конечно же, мы не знаем, какая идея будет работать И объективно, как найти эту идею, тоже никто не знает Будем откровенны Я вам расскажу про наш опыт Про то, как на фестивале Одиссея 22 июня Как раз этот фестиваль проходил в Портусе в Кабель Я стояла у бара в 4 утра Ко мне подошел Богдан Коробов И сказал, слушай, очень хочется сделать классный фестиваль И мы с ним под винишко, где-то часа два Обсуждали вообще в целом, как выглядит рынок, чего не хватает Как влезть на летний фестивальный рынок И возможно ли это, учитывая, насколько он занят В общем-то, наша беседа закончилась И ничего не предвещало беды Согласитесь, сама по себе идея ничего не стоит И это очень важный момент Сама по себе идея ничего не стоит Согласитесь, у вас очень много разных классных идей в айфоне Которые там так и остаются На самом деле Потому что не находится подрядчиков Не находится денег Не находится партнеров И рисковать страшно Вкладывать большие деньги в большие мероприятия Тоже страшно и непонятно Поэтому идеи остаются идеями Где-то там в наших телефонах Что остается На мой взгляд, когда организатор У него есть какая-то гениальная идея фестиваля Естественно, все организаторы считают, что их идея гениальна Это нормально Нужно проверять гипотезы По факту мероприятие, которое придумано Это некая гипотеза того, что это мероприятие нужно рынку Нужно людям И с этой гипотезой мы, как маркетологи, начинаем работать Важный момент Проверить гипотезу — это дорого И в данном случае, на мой взгляд, организатор Человек, который идеолог Он берет на себя эту ответственность И мы сегодня отдельно с вами поговорим Про то, как эта ответственность, на мой взгляд Иногда перекладывается на маркетологов И почему это больно Тот самый человек, который придумал мероприятие Он должен ответить на вопрос, где я возьму деньги Это важный момент, да? Соответственно, чтобы найти деньги В том числе, ему нужно будет убедить других людей Что эти деньги нужно в это мероприятие вложить И оно классное, оно достойное Оно сможет занять свою нишу И впоследствии зарабатывать деньги Это общая мысль Последних нескольких лет моей работы В целом, инвестировать в большое мероприятие Эквивалентно тому, когда ты приходишь, не знаю, в Монако В казино и просто начинаешь играть И, конечно, если вы в целом ищите деньги, куда инвестировать их То, на мой взгляд, конечно, проще купить квартиру Но так как мы все с вами здесь творческие люди И нам нравятся красивые мероприятия То мы с вами сегодня будем говорить как раз про фестивали И про то, и про деньги, конечно Как получился One Love Fest? После того, как мы поговорили с Богданом Он пришел к ребятам из Roof Music Fest К Веронике Петровской, Кириллу, к Саше Предложил идею, заразил этой идеей И ребята поверили Дальше в команду присоединилось агентство Just Do It Они тоже стали соинвесторами И через где-то два месяца уже появилась концепция Финальная появился прототип сайта И Богдан пришел ко мне за маркетингом Мы подписали с ним договор Мы делали для фестиваля пиар, смм, контекстную рекламу И еще через месяц мы четвертое агентство Которое писалось, мы тоже стали соинвесторами И отсюда, собственно, мне открылся новый дивный мир Потому что я как продвиженец, как автор рекламной компании При этом начала видеть всю смету мероприятия Я также рыдала с организаторами, когда она росла Ужасно росла Мы также пытались ее резать все вместе То есть это стало нашей общей проблемой В отличие от тех ситуаций, когда организатор не показывает цифры Согласитесь, у кого из вас есть мероприятие У кого из вас есть маркетологи Вы же не показываете им цифры То есть маркетолог не знает всю смету мероприятия Он не знает, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите И в этом есть свой резон И мы сейчас попробуем разобраться, как сделать так Чтобы всем стало чуть-чуть понятнее, куда мы двигаемся Фестиваль Ван Ла Фест случился спустя полгода Нашей встречи у бара с Богданом И то, что случилось, это отлично Мы сейчас, перед тем, как будем рассказывать Я буду рассказывать историю про рекламу И все трудности, с которыми мы столкнулись Мы посмотрим классный ролик Как же все-таки это было Посмотрим Если мне помогут ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно аплодировать, в принципе, сейчас Это был романтический момент Мы сейчас все почувствовали, как это было классно А теперь я расскажу другую сторону медали Давайте признаемся Идеи иногда не работают Такое бывает Или они работают, но требуют глобальной доработки И понимание то, как это мероприятие должно расти И с какого масштаба мы начинаем Словно, вы можете изначально заявить Фестиваль на 20 тысяч человек И пытаться с этой амбицией что-то делать Или начать с небольшого мероприятия на тысячу человек И потом в течение 10 лет расти вместе с комьюнити И из года в год расти медленно, но верно Здесь вопрос выбора стратегии И то, какими ресурсами вы обладаете И финансовыми, и человеческими Собственно, та самая проблематика О которой мне очень хочется сказать Есть организатор Он клиент А клиент, как известно, всегда прав Правильно? Соответственно Организатор Все эти проблемы в организации В том, что потеряно много времени И еще много всего Остаются за кадром И по факту очень часто Мысль о том, что виноват во всем трафик Она такой главной мыслью Через всю рекламную кампанию Прослеживается И это, на мой взгляд, одна из проблем Что делать? Что делают организаторы Очень часто Когда у них Либо недостаточные продажи Мероприятия Либо они вообще Ничего не продали Они меняют подрядчика Некоторые пытаются не платить Ну, так как результат их не удовлетворил Либо нанимают фрилансеров Потому что хотя бы дешевле Это одна сторона медали У вас может быть свое мнение Разумеется Я рассказываю с позиции агентства Которые нанимают Но в данном конкретном случае Как раз ситуация и поменялась Поэтому я начала смотреть на ситуацию с другой стороны В том числе как организатор В том числе человек, который теряет Или зарабатывает деньги на мероприятии Решение Как мне кажется Можно разделить ответственность Определите правила игры Между командой по маркетингу И организатором Например, как мне кажется Можно открыть смету И всем видеть показатели Всем видеть, сколько стоят артисты Потому что В нашем случае Мы понимаем На каждом этапе рекламной кампании Особенно, когда там мероприятия с нуля И никто не понимает Какие будут конверсии И отчасти это все проверка гипотезы Мы понимаем, что В этот момент рекламной кампании Мы можем добавить классного артиста За миллион рублей Но условно мы, например, не успеем его отработать С точки зрения рекламы Поэтому я говорю Ребята, это не рентабельное вложение Давайте лучше сократим смету Добавим менее медийного артиста Чуть-чуть добавим бюджета Все такие вот вопросы Которые решаются По ходу рекламной кампании Отчасти можно замотивировать Маркетолога процентом с продаж Это тоже один из способов Сделать так, чтобы Все стороны были заинтересованы Но в том случае И в этом случае Вам, конечно, придется Открыть все карты И все деньги Все цифры Сейчас будет маленькая романтическая история Про космос Вот она здесь, собственно, написана Вы можете ее прочитать Но смысл этой истории в том, что Это условно легенда Про то, как мы осваивали космос И Сергей Павлович Королев В какой-то момент дебатов На тему того, как выглядит Луна И как же все-таки посадить туда станцию Просто взял на листочке и написал Луна твердая Это было его резюме И именно эта история Привела к тому, что К тому, что Мы 3 февраля Мы, в смысле Советский Союз В смысле, 3 февраля 1966 года Впервые посадили станцию на Луну В чем здесь мысль основная Мысль здесь основная в том Что на этапе рекламной кампании Когда у вас прошло несколько месяцев Организатор хочет не терять в качестве Но понимает, что билеты не продаются в том объеме В каком он рассчитывал Смета начинает расти До мероприятий становится все меньше времени Напряжение растет В этот момент классно, когда приходит какой-нибудь человек С фактами Или с какой-то уверенностью в том Что его слова правдивы И говорит, ребят, смотрите Есть Яндекс.Метрика Есть условно сейчас показатель конверсии Есть сейчас в целом понимание Как продаются билеты Есть условно опыт продажи таких мероприятий Это все собирается И предлагается на совещании И в этот момент принимает ответственное решение Что делать дальше И здесь делаем много чего можно Начиная от отмены мероприятия Просто чтобы не утонуть И сделать, например, на следующий год Но уже хотя бы не в смысле Не утонуть и сделать это мероприятие Или его уменьшить Сократить один день Убрать одну сцену Или рискнуть пойти в банк Купить супердорогого артиста В короткие сроки Попытаться хайпануть и продать В общем, факторов может быть здесь очень много Но мысль в том Что в этом хаосе очень важно Чтобы кто-нибудь сохранял хладнокровие И в том числе В команде было два человека Если один топит за качество И, например, очень много букеров На мой взгляд У них есть какие-то амбиции по конкретным артистам Вот нужно вести и все Вот это мечта моя вселенская Привези конкретного артиста или спикера А мы понимаем, что Это не та ситуация, которая продает билеты В данном случае И вот начинаются дебаты Делаем, не делаем Отменяем, сколько стоит райдер Сколько стоит букинг И так далее Мы немножко закончили с вами с романтикой И вернемся к самому фестивалю Что такое One LaFest? Мы изначально заявили масштаб Во-первых, на мой взгляд, фестиваль Это мероприятие от пяти тысяч человек И это место, где можно получить и музыку И развлечения, где можно покушать Увидеть каких-то партнеров То есть это такое многофункциональное пространство Где можно получить разные эмоции В отличие от просто концерта В чем была отстройка от конкурентов? Действительно, влезать на летний рынок Очень сложно, согласитесь Каждые выходные в Москве, в Питере Проходит какой-нибудь фестиваль Идея попытаться отстроиться тем, что это будет зимой Собственно, была одной из идей Естественно, когда я первый раз прочитала идею Мне казалось, что Во-первых, кому нужен фестиваль 2 января Первая, да? Вот вам тоже так кажется Да? Ну, как показала практика, кому это нужен? Второй момент А что будет, если будет минус 17? Этот вопрос меня больше всего беспокоил Третий момент Как люди будут перемещаться? Как они будут раздеваться, одеваться? Если у них условно есть две локации Открытая теплая локация И открытая, где есть снег, зима Ну и, например, минус 17 И дальше мы придумали фестиваль Добили программу с точки зрения и артистов, и музыки Ночь, день Работал каток Работали всевозможные фудкорты Естественно Какие-то вещи хочется доработать Сделать лучше Но это нормально для первого мероприятия Поэтому я думаю, что все, кто был Было очень много комментариев всевозможных Поэтому, собственно, мы готовы продолжать Слушать, чтобы с каждым годом делать лучше Два дня 40 часов музыки Более 30 артистов Выставка, экстрим-шоу Фудкорты Каток, бары В целом мы представили рынку Такую большую площадку С кучей всяких разных активностей Но, честно скажу Я сразу сказала, что каток И бар И артисты Это, скорее всего, не сработает Так оно и оказалось на самом деле Мне кажется, что просто человек, который приходит на каток Он, соответственно, берет термобелье Какую-нибудь куртку И приходит на каток кататься Тем более, если это каток с видом на Финский залив И с ветром оттуда Если он приходит на фестиваль То он все-таки приходит более-менее нарядный И, в общем, здесь история не билась И она по-прежнему не бьется И здесь вопрос, как это решить Это к нам вопрос для следующего года Собственно, программа была днем и ночью Все это происходило в двух крытых Естественно, отапливаемых помещениях Но в целом тренд Закрывать фестиваль в закрытой площадке Он есть Потому что в Питере всегда дождь Если вы помните, 17-й год Когда нас просто залило То вот, например, в 18-м году Два фестиваля вам хорошо известных Стереолета и Present Perfect Главные сцены сделали в закрытых местах То есть на случай урагана, дождя, ливня Все, что любит Петербург На этот случай В целом главная сцена не пострадала Согласитесь, теряется романтика Но при этом безопасность организаторов В этом случае, естественно Ну, то есть некоторые организаторы К этому пришли Отчасти после того, как их Из года в год Есть некоторые организаторы Такие горе-организаторы Которые делают open-air И из года в год их заливают водой Маркеты, фудкорты, открытый каток Это все нужно было придумать Продумать Выстроить в формате двух дней Ну и, соответственно Радоваться и молиться Чтобы не было минус 17 Отдельной выставкой художников Экстрим-шоу Занимались отдельные люди Которые, собственно, были наняты для этого И это была большая часть программы В большом цеху Собственно, так выглядел Так выглядел лайнап Один из хедлайнеров Два, собственно, да Хлеб-Луна И артисты чуть-чуть поменьше Но все вместе В целом, на мой взгляд Довольно стройно выстроился третий день Третий января, второй день Когда аудитория Ну, если брать артистов То здесь можно сказать, что Луна была абсолютным хедлайнером И из тех, кто из вас был Вы наверняка видели Как К дате Во времени выступления Луны Началось просто какое-то безумие Все люди приходили Я даже не ожидала, что У артиста Так много поклонников Вопрос На чем зарабатывает такое событие? Естественно Это продажа билетов Но здесь есть одна большая проблема На мой взгляд Многие организаторы Закладывают в прибыль мероприятия Условно приходят ко мне К промоутеру К маркетологу И говорят Зоя, ну слушайте, смотрите Вот у нас смертный мероприятий 20 миллионов Мы хотим продать на 95% Мы хотим с билетов отбить Условно Я говорю Ну, хороший, конечно, план Но сложный Поэтому В целом Это иллюзия О том, что Такие мероприятия Закрываются на 100% В продаже билетов Естественно Здесь огромную роль Играют спонсоры Продажи маркетов Продажи фудкортов Ну и всевозможные Побочные заработки Типа собственного бара На мероприятии По поводу Поиска спонсоров Это отдельная Большая тема И здесь, на мой взгляд Самое главное Это время Которого у нас не было К сожалению Мы объективно Поздно вышли в продажу Потому что Отчасти Идея сама по себе Реализовалась Уже поздно То есть мы На самом деле Опаздывали на всех этапах И я сейчас расскажу Почему мы еще начали Опаздывать в какой-то момент Когда должны были Уже выйти в рекламу Собственно Вот так была организована Продажа на сайте Стоял виджет кассира Вы заходили Видели все расписание Можно было купить билет Вот так выглядели Стойки На мероприятиях В декабре Декабрьские Всевозможные ярмарки Это тоже был один из каналов продаж Потому что у нас Была возможность Со всей этой сумасшедшей Аудиторией Которая бегает в декабре И скупает Новогодние подарки В оффлайне Повзаимодействовать Естественно Кстати Это стоит денег И на некоторые дружественные ярмарки Нам у нас получилось Стать бесплатно На это тоже был заложен Кстати Отдельный бюджет Так выглядел Фудкорт Это палатка с Глинтвейном Кстати Ее продажи сильно улучшились Когда мы перенесли ее В крытый цех Это момент Тоже опыта И проверки гипотез С чем мы столкнулись? Естественно Проблем было очень много А часть из них я не могу говорить А часть из них смогу сейчас рассказать Во-первых 2-3 января Когда я позвонила парочке своих партнеров В трубке я услышала Что? 2 января? Ну, Зоя, ну ты что? Не, мы 2 января не работаем Не-не-не-не Спасибо Мы даже не коснулись Вообще самого мероприятия Мысль о том Что 2 января Нужно будет приехать на площадку Или контролировать Какого-то своего сотрудника Вызывало ужас Недоумение и боль Соответственно Никто вообще не хотел ничего делать Кто-то, естественно, захотел за деньги Но за чуть-чуть больше, чем обычно Действительно Цены были завышены Это касается и моментов Когда вы, например, придумываете мероприятие В день города Вот Например Ну, потому что в день города Очень много всего Букируется заранее И вот вы приходите к своим мероприятиям И вам выставляют ценник Умножая его на 4, на 5 Ваша смета растет просто безумно Артисты заняты в новогодние праздники Потому что, естественно, у классных артистов И не у классных тоже Декабрь-январь Это то место То время, когда они могут заработать денег Чтобы улететь на Бали И пожить на месяцок Либо У многих артистов Как мы все знаем Есть свои сольники Обычно они происходят как раз весной и осенью Соответственно, в нашем случае Когда мы выбирали хедлайнера Опять же, это было поздно Мы понимали, что практически у всех артистов Классных уже стоят сольники В А2 Или в Космонавте Или где-то еще Вот здесь мы видим Отчасти то, с чем мы столкнулись Но это не только проблема зимних фестивалей Это проблема и весенних, и летних Любых мероприятий Когда вы выходите в анонс с артистом А у него сольник И он говорит Не, ну вы, конечно, можете выйти Но я у себя нигде о вашем мероприятии не расскажу А может быть за денек Что-нибудь я где-нибудь напишу Вся в инстаграме Но не факт И, естественно, это очень усложняет продажи Тем более фанаты не доверяют Не доверяют вам С точки зрения Именно того, что артист реально приедет Если нет анонса у него Поэтому это заранее Нужно прописывать Проговаривать и прописывать в договоре Что, условно, там артист не уступает Столько-то времени перед мероприятием Ну, все большие фестивали так делают Что сложно? Естественно, новогодние праздники Это время, когда все хотят заработать Соответственно, с закрытием площадки Тоже были сложности Особенно в тот момент, когда там появился каток Он появился достаточно неожиданно Его изначально не планировалось на себе в кабеле Потом он появился И, соответственно, у нас были вопросы Как сделать так, чтобы мы закрыли территорию Но при этом люди могли прийти просто покататься И еще важный момент Это трафик площадки Даже если вы делаете мероприятие На большой известной площадке Будьте готовы к тому, что Если вы не в концепции Хотя нам казалось, что мы в концепции То вы не получите того трафика Который вам кажется релевантным В том смысле, что на этой площадке Проходит большое количество мероприятий С огромным трафиком людей Но при этом, если мы 2 января Ставим ценник в 2500 рублей Этот трафик, он так медленно тает По понятным причинам Отдельно нужно отстраивать все зоны Они должны все отапливаться Это тоже деньги, это тоже сметы И мой страшный сон про минус 17 Не сбылся, слава богу Но все равно всем было холодно И девочка-кассир, которая приехала От, собственно, кассиру Она не знала, куда она едет И когда я к ней подошла Она была полна ненависти Сказала мне, что я не ожидала Что это зимний фестиваль И вообще, кто придумал зимний фестиваль Хотя на улице было где-то минус 3 Собственно, вот так выглядела набережная Достаточно уныло, согласитесь Это вам не летние деньки Но на самом деле это было красиво Но правда очень холодно Я не знаю, как люди катаются на коньках Зимой все в кабеле Но многие из вас катались, да? Нормально? Ну вы заранее подготовились просто Оделись соответствующе Вот так выглядела площадка Перед одной из площадок Здесь все достаточно тепло и классно Люди были довольны Они выходили пообщаться, покурить Для них был сделан гардероб Сделан он был не очень хорошо И в какой-то момент он не справился С объемом людей Да, вот Вы киваете Но, тем не менее, идея была в том Что ты приходишь Ты можешь провести время на улице Но при этом, заходя в помещение Ты сдаешь свою одежду И можешь наслаждаться концертом Единственный вопрос Вот в этих бесконечных переодеваниях Это тоже вопрос Который нам предстоит решить С чем мы столкнулись Естественно, нам на этапе рекламной кампании Нужно было донести, что мероприятие будет в том числе В том числе там, где будет тепло Не нужно этого бояться Не нужно закупаться вторым бельем Чтобы прийти на One Life Fest И в целом влюбить людей в идею И сказать им, ребята, это альтернатива У вас есть 2 января Вы можете немножко разнообразить Свой стандартный январский запой И прийти к нам на мероприятие Собственно, на этом отчасти строилась рекламная кампания Что еще было сложно? Когда в фестиваль инвестируют 3 компании Есть некоторые проблемы с иерархией И здесь нужно было очень важно На старте определить, кто что делает И у кого какая зона ответственности Действительно, очень сложно прогнозировать точную прибыль И, как я уже сказала, смета росла Поэтому этот страх именно финансовых потерь Он мешает думать и мешает работать И по поводу спонсоров Действительно, когда у вас известный фестиваль На рынке 15 лет, с которым все понятно И у которого в целом концептуально одинаковый лайнап Я имею в виду по уровню и по количеству людей То спонсоры, естественно, охотнее идут на эту сделку В нашем случае были эти трудности Мы надеемся, что эта ситуация будет с каждым годом Все легче и легче решаться Следующий момент — это гонорары артистов и рекламный бюджет Здесь вы можете со мной не согласиться с этим графиком Потому что на самом деле здесь есть один небольшой нюанс Кто из вас согласен с этим графиком? Рост гонорара и рекламного бюджета Три человека согласны А кто не согласен? Осталось еще где-то 200 человек, которые не поняли Или не... Я, может быть, сейчас объясню Здесь теория в том, что Чем больше гонорар артиста Тем меньше денег нужно вложить, чтобы продать Теное количество билет Нет? Не согласны? Нет, если анонсируется Здесь, мне кажется, важный момент Когда у вас артист, который еще не очень дорогой Но уже супер потенциальный А вы его букерете за год И вы угадываете И это, на самом деле, мне кажется, талант букера Который за год, можно сказать Вот, Тима Белорусских Вот он будет продавать Но когда год назад его букируешь Он еще не стоит тех денег, которых он стоит через год Таким образом, у вас получается Низкий гонорар и очень высокая прибыль Кто из вас букирует артистов? У кого из вас был такой позитивный кейс? Прям, да? Название, имя, скажите имя Вот у вас был позитивный кейс? Имя? Макс Корж Отличный кейс Как раз та история, когда артист быстро становится популярным И вы успеваете его купить до того момента Пока он это понял И его директор это понял И все поняли, что, в общем-то, здесь можно 20 нулей пририсовать и все равно купят Отдельно моя амбиция Я хочу уточнить этот момент Отдельно моя была амбиция Когда я решила включиться в проект Да, дайте просто микрофон моему оппоненту Когда я решила включиться в проект Это показывать молодых артистов И я искренне верю в то, что когда вы делаете мероприятие Крупные у вас есть хедлайнеры Есть большие артисты Вы можете позволить показывать молодых И рассказывать о том, что они существуют И вот сейчас нам Валерий расскажет Как это было на самом деле На возьми мой Зоя просто попросила меня рассказать Как живой пример человека Который за свои деньги купил билеты на OneLeadFest При том, что я мог их бесплатно получить И так? Спасибо Короче, купил билеты за свои деньги На OneLeadFest Потому что там был хлеб И меня очень жестко догоняли рекламой на Ютубе При том, что ролик был Отстой Реально, ролик был у вас просто ужасный Но вы продали мне Ну, продали мне билет хлебом Можно я буду немножко комментировать твои слова? Во-первых, не нужно было говорить, что я тебя попросила Потому что это был интерактив Это как бы было весело Все должны были порадоваться, как у нас все классы с тобой слажены Ну ладно Второй момент Да, ужасный ролик на Ютубе Это контекстная реклама, друзья мои Мы берем аудиторию артиста и показываем вам ролики Ну, тот самый ужасный, который мы с вами сейчас посмотрим, кстати, да? Человек, который подписан на артист в Ютубе И фанат хлеба Начинает регулярно видеть в Ютубе этот ролик Вдохновляется И что дальше происходит? Он может получить бесплатный билет Но я покупаю два Два Зачем? Четыре тысячи рублей внес в нашу копилку Дальше Да, я делал это первое января То есть за день до мероприятия Самые дорогие билеты вообще, которые были Короче, я пришел на хлеб Они меня порадовали Я собирался уже уходить Меня уговорили остаться на следующую группу Это группа Лаут И если вы не знаете, кто это, то погуглите Это очень крутые ребята Вот И они мне настолько понравились Что я пришел на их сольный концерт На следующий, который был недавно в Питере И купил билеты Да, я тоже купил туда билеты То есть это про то, что показывать молодых артистов И поддерживать их Ребята на One Love Fest сделали очень круто с этим И я должен был рассказать про это Спасибо, я рекламу не просила, но ты молодец Мораль в том, что эта история работает Человек купил билеты на фестиваль И он купил билеты на молодого артиста И будет продолжать покупать все билеты на группу Лаут И не будет просить никогда в писке Спасибо Теперь мы перейдем плавно и медленно К моей любимой теме О том, как работают все каналы слаженно И я расскажу чуть-чуть подробнее о том Как мы делали и пиар, и смм, и контекстную рекламу Все это вместе И я при этом видела объем продаж Видела, как растет смета Я уже это говорила Но это очень приятно, когда ты видишь все цифры Я на самом деле честно влюбилась в эту историю Именно в то состояние, когда ты видишь все цифры Перестала практически спать И в целом декабрь прошел в таком режиме Где-то между Google аналитикой Таргетированной рекламой, продажами И вечными совещаниями с командой И с учредителем о том, что делать и как быть Это очень круто Потому что этот опыт даст нам возможность Улучшать компанию И я надеюсь в следующем году вас порадовать Инфрационные поводы Это то, на самом деле, что нужно отдельно прописывать В любой рекламной кампании Это очень важная вещь Если вы какие-нибудь мои лекции слышали Я всегда про это говорю Что здесь у нас по инфоповодам? Первый зимний фестиваль Реально первый зимний Новые артисты Все, что связано с Новым годом Я очень люблю Новый год Но здесь пришлось как-то проникнуться с атмосферой Повышение цен на билет Это тоже инфоповод, который нужно отрабатывать Сейчас я покажу примеры И всевозможные розыгрыши акции Те моменты, когда мы мотивируем людей купить билет Особенно если мы уже показали им отвратительный ролик на Ютубе И они уже в целом хотят Но не дожидаясь 1 января и дорогих билетов Но по дорожанию покупаются скидки 30% Мы сейчас с вами посмотрим промо-ролик Тот самый, который не понравился нашему другу Но идея этого слайда в том, что Обязательно нужно в формате мероприятия Делать один промо-ролик Один или два или три Где можно будет показать Все прелести вашего мероприятия За 30-40 секунд Это условно то время, которое человек в состоянии держать внимание И туда собираются все инфоповоды То есть все, что мы можем предложить Нашим прекрасным гостям Включите Спасибо 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 Вот так он выглядел И да, действительно, те ролики, в которых очень много красивых слайдов С фестиваля Нарезанных Это как раз история второго года Сейчас мы возьмем ролики и нарежем Сейчас нам нужно было нарисовать что-то с нуля Там же была крупа хлеб, да, на этом ролике? Вот ты его видел, да? Ну не такой уж отвратительный Нам очень нравился, кстати, когда мы делали Что здесь вы видите сейчас? Здесь вы видите историю с кассировской черной пятницей Вы наверняка покупали билеты по этой акции, да? Это то время, когда ты заходишь на сайт в ожидании покупки билета со скидкой И обычно он не работает Потому что таких, как вы, очень много Вот каждый раз, когда я пыталась зайти И посмотреть все-таки, как это все работает И мне не удавалось Но большинству удалось На самом деле это огромный объем продаж Особенно если вы с кассиром можете заранее договориться О том, чтобы мелькать в топе Да, там, в слайдере и так далее И так далее, чтобы он вас еще Он вас еще продвигал Ну, естественно, кроме того, что мы Пишем свои посты про эту черную пятницу И ставим их в рекламной кампании на промо Мы еще работаем по партнерам с этим инфоповодом Условно мы берем большой инфоповод То, что у нас сделала скидка 30% И с ней работаем Например, без музыкального уюта Это, собственно, паблик-партнер Который публиковал анонсы нашего мероприятия За счет такой вот проработки Нам удалось в этом моменте продать Действительно хорошее количество билетов Те самые несколько дней Когда в целом все более-менее выдохнули Решили, что дело пошло Вот так здесь вы видите рекламную запись ВКонтакте Вы видите здесь таргет Собственно, классическую таргетированную рекламу слева Рекламу в сториз Мы везде промили название промо-кода Человек заходил на сайт и покупал со скидкой Это мой любимый кейс о том, как придумываются инфоповоды Я написала у себя пост о том, что у нас много мероприятий Мы тут живем в офисе И под этим постом Женя Ефимова написала мне фразу Я написала, приезжая, она мне написала Прямо начать гослюбви И я сижу, где-то было Обычное время, там 4 утра И я понимаю, блин, это реально гениально Начать гослюбви И в целом, где-то примерно через неделю Мы все начали начинать гослюбви Ну, планировать, по крайней мере Тут уж как у кого получилось Начать гослюбви Это история, которая пошла в рекламную кампанию И мы начали это использовать И в работе с блогерами Вы здесь справа видите И в наших постах внутри И у партнеров В целом, на тот момент мне казалось И возможно так и случилось Что этот тезис, он сработает Придаст романтизму Вам придало романтизму? Начали гослюбви? Билет купили? Или только просто начали? Спасибо, это Женя, спасибо Ну и в целом, если ты ищешь Какой-то инсайт И задал вопрос в космос Обычно космос тебе отвечает Главное правильно сформулировать запрос Собственно, мы начинали гослюбви В том числе в контекстной рекламе И вот эти баннеры Это отработка инфоповода Что важно Если вы анонсировали подорожание билетов Очень многие организаторы Как бы знают, что это нужно делать Ставят это в план Но при этом нигде в рекламной кампании Об этом ничего не говорится Может быть максимум пост Ребята билеты подорожают Мы, если мы планируем подорожание Включаем все рекламные каналы Это и таргетированная реклама И контекстная реклама И в публикациях у блогеров У партнеров Паблика ВКонтакте Все По всем каналам Начинаем трубить О том, что у нас повышение билетов И важно Начинать делать это Хотя бы за дни 10 За неделю До самого подорожания Чтобы успеть его отработать Еще один важный момент Это публикации у артистов Если у вас мероприятие В котором есть какой-то лайнап За этим нужно отдельно следить Естественно В идеале прописать Количество публикаций В каждой социальной сети От каждого артиста Который работает за гонорар В договоре И тогда, собственно, вопросов Вообще нету Но, тем не менее Все равно есть Нюансы рекламной кампании Когда вам нужно Инфопоут отработать В том числе и в паблике у артиста Поэтому, собственно За этим просто нужно следить Вести таблицу Вести учет этих публикаций Контролировать И, условно, не забыть про то Чтобы эти публикации Входили регулярно И обязательно перед мероприятием Во время мероприятия Чтобы аудитория Горячая аудитория артиста Этот контент видела Переходила по ссылке И приходила на сайт За билетами Чтобы прийти на ваше мероприятие Следующий большой блок работы В рамках рекламной кампании Мероприятия Это работа с блогерами Здесь на слайде Вы видите пример Работы с блогерами В их сторис Когда они регулярно Публикуют Согласованное количество Сторис Перед мероприятием Соответственно, сотрудничество Может выглядеть Как некое количество Сторис и пост Или просто сторис В зависимости от того Как вы договоритесь По объему партнерства И очень классно Когда получается Вписывать В такие истории Красивые розыгрыши Вот сейчас Я расскажу О примере О механизме Как это можно делать Вы это можете тоже применять Вот один из примеров Когда блогер Предлагает подписаться На него Подписаться на фестиваль Выложить скрин розыгрыша Условно, у блогера Там 150-200 тысяч подписчиков Естественно, это не Камерическое сотрудничество Понятное дело Что блогер работает за билеты Здесь денег мы не платим Ну, по крайней мере На этапе На том, в котором Мы сейчас находимся И это приносит Хорошие результаты С точки зрения подписчиков С точки зрения В целом охвата Вы можете эту Механику использовать Видите, здесь Есть момент Лимита Того, сколько розыгрыш работает 24 часа Здесь не очень видно Там написано Что через 24 часа Я выберу победителя Отдельно Что мы делаем Еще и делаем В формате клиентов И делали в формате Ван Ла Феста Это работа с Телеграм-каналами Как вы думаете Почему в какой-то момент Мне кажется Где-то пару лет назад Да, Валь? Пару лет назад Все судорожно Побежали в Телеграм То есть все вели Там Инстаграм Вконтакте Фейсбук И потом вдруг у всех Появился какой-то блок В Телеграме На самом деле мы сейчас видим Что Телеграм показывает Отличные охваты То есть, например, если вы публикуете пост У себя в паблике Вконтакте Его видят 10-10% аудитории В Телеграме цифры Там в 10-15 раз Могут быть больше Поэтому У нас есть возможность Получать хорошие охваты В нужных каналах Что такое нужные каналы? В целом У нас есть, естественно В рамках агентства Большое количество каналов По разным тематикам Но в целом Работа с Телеграм-каналами Она очень похожа на работу Работа с блогерами Маша не даст соврать И работу с пабликами Вконтакте По сути, это та же партнерская история Кому-то мы платим деньги Кому-то мы их не платим Кто-то получает у нас билеты Кто-то получает у нас алкоголь Еще какие-то бонусы Но единый итог Это публикации Дальше нужно придумать механики Розыгрыши можно также сделать В Телеграм-каналах Можно делать в пабликах Вконтакте Можно делать у блогеров В сторис или в постах Дальше, на сколько хватит вашей фантазии И в целом Здесь просто вопрос объема Если вы делаете мероприятие На 10 тысяч человек Естественно, это не три канала Не три паблика И не два блогера И здесь вопрос масштаба Катастрофы Количества людей И сколько вы успеете отработать И есть ли у вас эти базы на входе Условно, у нас они есть Поэтому мы можем быстро включиться И сделать какие-то вещи быстрее Чем тот же фрилансер Или какое-то агентство Которое в этом не так опытно Что еще? Естественно, был офлайн Было очень много партнеров Было очень много Этих несчастных флайеров Которые я очень не люблю Но тем не менее Они привозились, например С доставкой Олис Они лежали во всяких заведениях Ну, на мой взгляд Лежать в заведениях Это полезная штука Лежать в заведениях Нет, плохо сказала В общем, если так или иначе У вас есть аудитория Которая ходит по барам То, ну, например Например, да Давайте представим Помните рекламную кампанию Стерюлета Когда вы заходили во все бары Рубенштейна И там везде висел баннер Стерюлета Это вот тот пример На мой взгляд оффлайна Который работает И не требует больших денег Здесь все эти партнеры Они также отрабатывались в онлайне И здесь отдельный вопрос Это коммуникация Условно пиар-отдела И онлайн-историй Да? Потому что Пиарщики Организовали Затрунчатся там С неким партнером Дальше нам нужно Получить от них тоже пост Все это проконтролировать Присылать им нужные материалы Проверить, что ссылки правильны Тоже отдельная задача Что еще было сделано? Естественно Было несколько партнеров С точки зрения радио Был Russian Music Box Это все работа пиар-отдела Собственно Она началась Как только появился сайт И на мой взгляд Мы добились Достаточно хороших успехов Вот сейчас покажу Всякие Всякие размещения Там чуть дальше Еще один кейс Из паблика Куда Гол Привет Да Вот Саша сидит Радуется На самом деле Это тот пример Когда Как можно разогнать Охват Вы наверняка замечали Что вы пишете пост И действительно Получаете маленький охват Расстраивайтесь Можно было и не писать И два лайка Вот здесь пример Вы можете Этот кейс найти Отдельно по поиску В паблике Ван Лафес Как я делала это сегодня В 4 часа утра Чтобы сделать Этот красивый слайд Здесь была идея В том Что нужно было написать Название фильма Книги Или пословицу В которых слово Любовь Заменить Именем Олег И дальше было 252 комментария Людей Которым странным образом Комбинировали слова Писали странные вещи Но дело не в том Что они писали странные вещи Дело в том Что пост получал охват И наша была задача Собственно Максимальному количеству людей Этот пост показать Вы здесь видите 26 тысяч охвата Вот такие вот показатели При этом В среднем Пост В Кудаге Условно получает охват 10-15 тысяч Как это было Когда Люди выбирали Вариант И вот голосовали Но в целом Вовлеченность неплохая Естественно Это партнерская история С большим С большим ресурсом Кудаго Это вам пример Того Что можно делать В том числе С большими пабликами И на самом деле Себя тоже Внутри своих социальных сетей Для того Чтобы получить охват И разбавить контент И повеселить людей По поводу СМИ Естественно Есть те артисты Которых любят Хорошие СМИ Есть те Которых они еще не любят Но возможно Когда-нибудь полюбят В целом Все основные СМИ Написали о фестивале И там И афиши И собака Собака Кстати Очень классно Нас поддержали И они делали Такую красивую Серию Стори Со всеми артистами Может быть вы это видели И для меня Это прям было Приятной неожиданностью Я прям листала Сторис И все время Видела наши фестивали И собака Это очень красиво делала За что им большое спасибо Собственно да Вот так это выглядело И отдельная история Это Когда в формате Работы с большим СМИ При этом в социальных сетях Тоже есть конкурсные Механики всевозможные И здесь вы меня спросите Кто же это делает Условно да Пиарщик или СММщик Такой частый вопрос Который я сама себе задаю сейчас Как будто вы мне его задаете Давайте представим Что вот вы меня Сейчас спросили На мой взгляд Ну как у нас происходит У нас есть разделение Этих обязанностей И мне кажется Что Вот Всеми историями В социальных сетях С одной стороны Занимается пиарщик Потому что он Коммуницирует со СМИ И не классно Когда редактору пишет 20 человек А можно еще Пожалуйста В телеграм-канал А можно еще Пожалуйста Вот туда Опять Опять эта ситуация Но Классно Когда Это просто происходит В коммуникации С СММ отделом И СММщик Может сказать Пиарщику Дорогой Ну Анонс на сайте Отлично А где все остальное И дальше Ситуация То есть Зона ответственности СММ Но делает пиар Идеальная схема Я считаю Я думаю Сейчас все СММщики Меня поддержали Был классный день Когда Лостфильм Забрендировал На нами Свой сайт И это был Огромный объем Трафика В сутки Потому что Все эти люди Которые заходили В Лостфильм Видели нас И заходили к нам Просто такой был Вау органики Да Вот мы с Валей Прямо сидели И радовались Аплодировали Партнерка была Со звуком Это баннер Который собственно Ребята повесили В формате Наши партнерской истории Вот это то Что я хотела рассказать Если вы помните Или слышали У Aviasales Есть отдельное приложение Events.ru Оно интегрировано И вы можете выбирать Полет И тут же выбирать Куда пойти На какое-то мероприятие Так вот это выглядит Вы можете найти Это приложение Вот видите Здесь есть полет И дальше здесь Какие-то мероприятия Прописаны Это крутая очень интеграция И мы очень хотели Ее получить И нам это удалось Я сегодня ночью Вот видите Там написано В 5.02 Я сегодня в 5.02 Собственно зашла В это приложение И о боже чудо Что я там увидела Если вы сейчас Зайдете в Apple В iTunes В Apple Store Зайдете И откройте Приложение Events От Aviasales Вы на главном экране Увидите наш фестиваль И вчера в 5 утра Мне было так приятно Прямо хотелось Позвонить И мне сказать Ребят Спасибо большое Вот Поэтому вы можете Его скачать И посмотреть Что на майский Вы полетите в Будапешт И сможете сходить На концерт Группы Rammstein Например Это собственно Про вопрос работы В том числе С иностранной аудиторией И с Москвой Потому что Отдельная задача Наша была Проработать Иностранцев И москвичей Которые приезжают В Петербург Отчаянные люди Как и нормальный человек Не приезжает Конечно 2 января в Петербург Но тем не менее Есть такие люди И им нужно было Тоже рассказать Что для них Есть мероприятие Собственно Так выглядит Партнерка с Aviasales И в целом Еще у нас был там розыгрыш Я на самом деле Почти закончила Все в порядке Еще 2 минуты Я готов ответить на вопрос Ты так не переживай Просто Ты так на меня смотришь Наружная реклама Моя боль Наружная реклама Это дорого И любой Маркетолог Вам скажет Давайте Может быть Лучше таргета Нальем Да Ну что мы будем Опять 250-300 миллион рублей Тратить на эту Бездарную наружку Которую никто не видит Тем более В декабре В принципе Никто ничего не видит Потому что Очень темно И холодно И дует ветер Но наружка в метро Все-таки Все-таки Чуть получше Потому что Там хотя бы тепло Было мнение о том Что она не подходит В формате наружной рекламы Если кто-то из вас Есть эксперты Можете со мной На эту тему подискутировать Потому что Слишком темно В формате баннера онлайн Да В формате наружки нет Это просто отдельная Вам мысль К размышлению Насколько баннер Который висит онлайн Его можно В точности Переносить наружную рекламу Поэтому Можно его просто Распечатать Пройтись В 50 метрах Если вы ничего не поймете Скорее всего Нужно поменять макет Еще одна история Красивая Про то Как мы считали аналитику Мы тут недавно Написали статью Как раз Конференции Для тех Кому интересно Можете ее прочитать Отдельно Сегодня По этой ссылочке Но в целом Идея в том Что мы ставим Google аналитику Яндекс метрику Ставим виджет Билетного оператора В данном случае У нас был кассир И настраиваем Передачу электронной коммерции Приводится это все к тому Что мы можем Рассчитывать оборот Каждого канала Что это значит? Простым языком Это значит Что у нас есть Условно трафик Из инстаграма Он приходит на сайт Что-то продает И мы понимаем Что мы вложили В этот канал 20 рублей Вытащили 200 И такие О! Огонек Пожалуй Это канал Который работает Попробуем его масштабировать Понимаете? Собственно Вот Это очень классная штука Так выглядит Виджет Кассира Так выглядит Google аналитика Здесь мы Также можем смотреть До того Как приходят отчеты О продажах Сколько билетов Насколько денег Билетов мы сегодня продали И вот Исходя из этого графика Мы здесь видим Каналы трафика Которые приходят на сайт Здесь мы Убрали цифры Ну потому что Это коммерческая тайна И оставили только проценты И мы понимаем Что у нас есть разные каналы И какие-то каналы В нашем случае Мы ежедневно Эту аналитику собирали Продавали лучше Продавали хуже Исходя из этого Мы масштабировали Те или иные каналы И как-то контролировали продажи Кстати Сайты в кабеле Отличный Отличный трафик Получали мы из него Это к тому Что иногда бывает Что площадка действительно Дает хороший трафик Это все можно смотреть Контролировать И анализировать И применять Что еще Ну мы уже говорили о том Что собственно Ничего не понятно Что со спонсорами сложно И здесь я хочу сказать Очень важную вещь Есть две профессии Есть два человека В вашей работе Которые могут все сломать У вас отличное мероприятие Офигенный лайнап Вы классный Вы верите своему мероприятию У вас отличная команда Но есть дизайнер Который делает все В четыре раза медленнее Чем должен был И есть человек Который делает сайт И сайт не готов И у нас было очень много Уже сейчас клиентов Когда мы Опаздывали с рекламной кампанией На месяц, на два Просто потому что Все ждали Человека Который доверстает сайт Или все ждали Человека Который дорисует Макет Макет социальных сетей Вот поэтому Эти два человека Пожалуйста Если кто-то из вас Дизайнер Кто-то занимает сайт Кто из вас Эти люди Никто решил Не поднимать руку На всякий случай В общем Если такие люди Будете встречать Скрыть им Пожалуйста Что В рекламной кампании Мероприятия Любого И даже маленького Самое главное Это сроки И если вы Организатору честно Говорите Ребят Я не успеваю Давайте искать Кого-то еще Это здорово А если вы говорите Завтра сделаю И через год Этот сайт Наконец-таки Публикуется То это может быть Проблема